Похитители велосипедов. Израиль. В Израиле практически нет криминала. Тут можно не запирать двери, потому что тут никто никогда ничего не крадет. Правда ли это? Разумеется, нет. Но знаете, многие верят в эту чушь и повторяют ее другим, как заведенные. Кому-то повезло ни разу не столкнуться с криминалом. Эти вообще диковинные и непуганные существа. Нередко можно увидеть, как даже в уличном кафе. Люди уходят, скажем, в туалет, оставляя на столе телефон, сумку или явные недешевые очки. Они верят, что никто тут ничего красть не будет. Ну, пожалуй, среди бела дня и в людном месте скорее всего и не будет. Но вот, например, на моей первой работе мне показали шкафчик для одежды и тут же посоветовали купить для нее замок. Я помню, удивился, мол, тут же все свои. На меня посмотрели снисходительно и сказали, что тут даже с замком не стоит оставлять в шкафчике что-нибудь хоть немного ценное. Телефон, например, или тем более кошелек. Все свои, говоришь? Вот свои и воруют. Иногда вам могут вернуть телефон, ключи или даже кредитку, если вы выронили ее в супермаркете. И временами можно увидеть припаркованную машину с открытым окном, из которой пока что не растащили все, что не приколочено. Бывает, да. В России с этим ситуация похуже, там не расслабишься. Но факт остается фактом. К сожалению, криминала хватает и в Израиле. Случаются взрывы автомобилей. И речь не о терроризме. Там, где я живу, на севере страны, с этим как раз относительно спокойно. А что до воровства, то это явление нередкое. Расскажу про частный случай с велосипедами. Надо сказать, что этот транспорт в Израиле очень популярен. Многие предпочитают электровелосипеды, но хватает и тех, кто, как и мы, не прочь покрутить педали. Поэтому инцидентов, связанных с велосипедами, хоть ведром черпай. Когда гуляешь по Тель-Авиву, часто видишь пристегнутый к забору или к столбу байк без сиденья. Их обычно хозяева уносят домой, потому что иначе воруют. Дело в том, что сиденье на современном велосипеде снимается за секунду. Отогнул один рычажок и готово. Еще характерная черта. Пристегивают байки чаще не тросиками, которые продаются на каждом шагу за копейки, а убедительными такими цепями. Опять же, потому что тросик легко перекусывается болторезом. А вот с цепью возиться никто не станет. Но вернемся к нашей истории. Мы привезли два небольших складных велосипеда с собой из Москвы. Байки были скромными, не особенно дорогими. К тому же покупали мы их в свое время с рук. Так что трудно было предположить, что кому-то они покажутся достаточно соблазнительными, чтобы пойти ради них на кражу. Сначала мы исправно заносили велосипедов в квартиру после каждой поездки. Но лифтов в подъезде не было, а лестницы оказались такими узкими, что даже складной велосипед таскать по ним было неудобно. Поэтому днем мы стали оставлять их на первом этаже, приковывая к перилам. Если, скажем, где-то покатался, заехал домой пообедать, а потом снова планируешь поехать, то не надо каждый раз убиваться на этой адской лестнице. Но вскоре мы увидели, что соседи оставляют там свои самокаты, детские коляски и часто другие велосипеды на ночь. Мы подумали, что раз уж тут так безопасно, отчего бы и нам не держать байки внизу. Долго это не продлилось. В одно прекрасное утро я обнаружил, что наши велики украли. Все соседские стоят на своих местах, а наших нет. Ну, вызвали полицию, приехала патрульная машина, я на своем почти нулевом тогда еще иврите попытался объяснить, что произошло. Поехали в отделение. Там нашли переводчика, который помог составить протокол. Полицейский строго сведя брови к переносице авторитетно заявил, что город Нария очень маленький, тихий и крайне безопасный. Такая кража тут целое событие, поэтому полиция отнесется к нашему заявлению со всей серьезностью. Если воры попытаются использовать наши велосипеды на улицах, это быстро заметят и накажут виновных по всей строгости израильских законов. Я написал в местной группе в фейсбуке пост с фотографиями байков и просьбой сообщить, если кто-то увидит такие в городе. Буквально через день мне позвонил какой-то паренек и сказал, что нашел один из двух велосипедов в кустах за домом. Мы приехали. Оказалось, что действительно наш. Он был изрядно исцарапан, проколото колесо, одно крыло упогнуто, но в целом ничего непоправимого. Снова вызвали полицию. Те снова очень серьезно все записали, забрали найденный велосипед с собой в отделение и попросили прийти за ним вечером. На завтра мы сдали пострадавшего в ремонт и стали ждать, когда полиция найдет второй. Прошла неделя, потом другая. Город действительно маленький и за две недели можно было бы успеть постучать в каждую квартиру, чтобы расспросить всех жителей города. Можно было проверить все ближайшие видеокамеры, можно было поговорить с соседями по подъезду, поискать свидетелей. Много чего можно успеть за две недели, если конечно этим заниматься. Мы тогда еще слишком мало прожили в стране, чтобы понимать, как тут все работает. Версии наслушались разные. Кто-то говорил, что во всем виноваты соседи. Это они наверняка навели на нас злоумышленников. Другие предполагали, что байки угнали подростки, просто ради забавы. Покатаются и выбросят, как они уже сделали с одним из краденых великов. Самой экзотической была версия, что это арабская банда похитителей велосипедов из соседнего города Акко. Они приезжают ночью на пикапе и грузят в него все, что удается стащить. А потом уезжают куда-то в сторону горизонта, чтобы продать добычу на известном им одним черном рынке. Звучит, я бы сказал, не вполне убедительно, поэтому вскоре я снова написал в группе, что полиция либо бездействует, либо работает очень медленно и настолько скрытно, что мы совершенно не в курсе, как там вообще дела. Я спросил, нормально ли это? Всегда ли так долго нужно ждать хоть какой-то реакции на свое заявление? И это буквально прорвало плотину. Мне стали писать люди, у которых угнали машину или унесли все ценные из квартиры. Люди, подвергшиеся угрозам или нападению. Оказалось, что тихий маленький городок просто Чикаго времен сухого закона. Ни в одном из этих случаев полиция не сделала ничего. Приняли заявление, составили протокол и умыли руки. Наша история с какими-то жалкими велосипедами это детский сад. Свидетелей опрашивать? Вот вы смешные. Забудьте бробайк, купите новый и живите дальше. И добро пожаловать в Израиль. Страну, победившую криминал. Для нас это было шоком. В России мы, конечно, привыкли, что полиция это те же бандиты, только в форме. Но надеялись, что в Израиле ситуация получше. Полиция тут вполне респектабельная, вежливая, не берущая взяток. Это да. Очень, говорят, престижная профессия, попасть к нему на работу трудно, поскольку требования высокие, но и зарплаты приличные. И льготы, опять же, всякие. Одна беда, толку от них ноль, как и от российских коллег. Что из этого следует? Все очень просто. Не верьте сказкам, не теряйте бдительности, не разбрасывайте, где попало, ценные вещи. Если что, не дай бог, конечно, рассчитывать на полицию бессмысленно. Надежда только на себя. Как говорится, хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.